Почему я вообще вам скажу? Почему я начал заниматься реконструкцией? Да в пику, в пику, у меня помыслов не было заниматься реконструкцией. 19 августа, открытие синагоги. И 19 августа появились в шляпах бородаты, что-то их отталкивают, вот эти молодые ребята. Я не мог разобраться, вот кому мезузу прибивать. Вот тогда уже началась борьба. И вот так получилось, появился Мойша Москович, тихо, такой обаятельный, так все. И они мне говорят, вот поездку в Америку, вы получите, речь идет о том, что вот реконструкция Сен-Ценати же обещала. Они говорят, мы сделаем, вы получите средства, но нужно об этом поставить американские деловые круги, вы будете с ними общаться. Ну и прекрасно. И я поехал в Америку. И когда я в последний день, мне все стало ясно. Что я говорил на телекамеру, не на реконструкцию. Но для этого надо было поехать и разобраться. А почему я вам хочу сказать, я забыл, почему я сказал, что на синагогу никто не даст. Я только в Америке разобрался. Знаете почему? Она им не нужна. Теперь, может быть, она им не нужна. У них другая программа. Зачем им в Харькове отстраивать синагогу, если у них программа выезда? Система такая. Приезжают богатые компании, говорят, на, посмотри материалы бедствующим евреям, будьте добры. Помощь нужна. А какая часть сюда уже попадает, неизвестно. И я вам должен сказать, ну, может быть, в силу своего характера, в силу... Ну, вот, толчком реально реконструкции, начало реконструкции послужило, ну, то ли это вызов был мне. Вот я, как по-русски говорят, в пику. Вот мне захотелось им сделать это в пику. Потому что они понимали, что один человек, это нереально, чтобы он... Но я понимал, что они три копейки не дадут на реконструкцию. Что все это пустые разговоры. И объективно я знал, что она им не нужна. Вот как раз был такой этап, когда я подошел уже к реконструкции. Когда я возвел леса, все молчали. То есть, ну, это где-то наружу, это, видимо, Ходос блефует. Я начал с лесов. Купол в леса уже в октябре. Ну, это блефует. Но как только я притронулся к перекрытию, это было 2 января 90-го года, Мойша Москович поставил детей внизу и сказал, Ходос совершает большую ошибку. А рабочие должны были с угла начинать по схеме. Надо было разрушение перекрытия с угла. Я сказал, будьте добры, начните с центра. Я буду наблюдать за детьми. То есть, я понял, что в реконструкции не просто были не заинтересованы. Ну, как это взять, поставить детей и сказать, что, а ведь я в Америке рассказывал о том, что, дайте на реконструкцию, стояли телекамеры, записывали. Мне буквально подсказывали текст. Вот так я начал эту реконструкцию. То есть, с того, что мне яростно сопротивлялись в этом. Они были согласны, вот, чтобы она оставалась спорткомплексом, а не вот тем памятником действительно архитектуры, который в Черне уже вот эти... Это просматривается уже в Черне. И я понял, что реконструкция не только не нужна, потому что на нее, собственно, и давать не буду. Но самое интересное, ведь дело в том, что я не знал, что в Хабате, например, но это я уже в Нью-Йорке увидел, у них нет куполов, нет хоральных синагогов, у них плоские потолки. Ну, такой стиль. И поэтому Хабат как раз устраивал разделение зала. Это был плоский потолок. И теперь, когда все это открылось... Но я, когда уже перекрытие снял, это уже необратимый процесс. Теперь для того, чтобы создать из этой синагоги, сделать ее хабатской, нужно опять сделать перекрытие. Либо у Хабата появится вдруг... С Харькова начнется новое движение, когда в Хабате появятся хоральные синагоги с куполами. Одно из двух. У нас в Харькове одна община зафиксирована. Харьковская иудейская религиозная община. Но самое смешное, что в этой общине, на третьем этаже, вы обратили внимание, и общество, культура. То есть приходится, так сказать, все объединять. Вот так это у нас выглядит. Понимаете? Но я... Моя задача. Я же не духовный лидер. Я ведаю безопасность общины, хозяйственные дела, конфликтные дела. То есть мне же нужно предъявить реальные претензии. Какие-то нарушения. Или в чем я? Плох председатель. Понимаешь? Но я неудобный председатель. Я не карманный председатель. Мне очень-очень хочется. Это, пожалуй, самое главное. Чтобы синагога оставалась универсальной, что я предполагаю под этим словом, открытой для всех евреев. Здесь вправе приезжать со всего мира евреи, работать, учиться. То есть чтобы она не приняла какое-то одно из направлений. Для меня это вопрос жизни. И привносить в синагогу сейчас, допустим, вот те борьба в направлениях, в иудаизме, в течениях, которые присутствуют в Америке. Я же немножко за три года уже разобрался. Я был и в Америке, и в Израиле. Там определенное противостояние идет. Так все это переносить сейчас на Харьковскую синагогу, я считаю это преступным. Потому что, во-первых, здесь это и не присутствовало. А вот сейчас начинать с изного, например, вдруг эту синагогу делать там хаббатской. Да, это достаточно весомое движение, но оно не столь многочисленное. Это одно из направлений в иудаизме. И не пускать, допустим, сюда ортодокс-юнион, которые точно так же представлены в Харькове, или Бнея-Кива. Это, в моем понимании, это вообще ее роль, ну, действительно, не извести до уровня вот сейчас всех этих борьбы течений в Америке. События последнего времени, они как раз и демонстрируют, что хочу я того или не хочу, но это вот эта борьба течений в ортодоксальном иудаизме, я не говорю о реформистском. Оно начинает себя здесь реально проявлять, в нашем городе. Хотя город сам по себе, нехорошее слово говорят, интернационализм. Но он так был воспитан. Действительно, мы все воспитывались в единых школах, русские, евреи, украинцы. И нельзя забывать, что действительно это город, в котором окружение православное, здесь 95% православия. Все эти факторы надо учитывать. Посему я, конечно, так отстаиваю, так сказать, вот универсализм, вот эта синагога, которая должна быть открыта всем евреям. Когда они приезжают, они могут в Америке бороться между собой. Это пожалуйста. Но здесь они должны, здесь не надо мне рассказывать, что вот с этим я сяду за стол, а с этим не... Этого надо пускать в синагогу, а этого не надо. А какие у вас отношения с городскими властями? С городскими властями достаточно сейчас сложные отношения. И, кроме всего прочего, вы спросили о школе. Школа ведь у нас общегородская, она не религиозная, поэтому к школе вот 170-й, общегородской, еврейской, общегородской, еврейской, это светская школа. И все эти проблемы, которые возникли этим летом вокруг этой школы, с помещениями, все к общению не имело никакого отношения. Вчера, ну вот так сложилось, вчера вдруг мне стало известно, причем не со стороны городских властей, о том, что под школу решили передать здание, вот технику мы рядом с нами, и нам сюда. А ведь эти здания, у меня планы есть, подписаны документы, о том, что это все единый синагогальный комплекс. Получается ситуация, почему я ее называю, она сама по себе как провокация. Получается так, если бы под общегородскую школу было выделено здание на любой, в любом районе города Харьков, нет проблем с синагогой. Это общегородская школа, синагога религиозная. Но вот сейчас город своим решением вбивает хреб. То есть, либо он приближает школу общегородскую, тем самым делает ее религиозной, либо здесь действительно двойственная возникает ситуация. Я вроде бы должен поднимать вопрос о том, чтобы здесь дети не присутствовали, и тем самым разжигаются межеврейские вот эти конфликты. По сути дела, город, забирая техникум, и забирая нарсуд, и выселяя оттуда светские учреждения, отдает тоже под светское учреждение, общегородская еврейская школа светская. И тем самым, они ведь лишают синагогу и весь тот комплекс, который запланирован вокруг нее, и все это заложено еще и в уставе, того, что мы могли бы в этих зданиях открыть этот запланированный и приют, и религиозную школу, и общежитие для паломников, вот все это город сейчас перечеркивает, потому что здания, ведь переданные одной светской организацией, другой, остаются за городом. Они, по идее, уже не должны вписываться тогда вот в этот исторический комплекс. Здесь вообще очень много, Юргай, очень много проблем, сложностей. Сейчас поневоле город их, мало того, что все эти проблемы были привнесены и прошлыми годами, и всей этой сложностью нашей сиюминутной жизни, так вот город своими решениями привносит еще больше, и конфликтность сейчас очень сложная. Ну и как вы намерены поступить? Узнал о том, что часть комплекса, принадлежащего к синагоге, перейдут в школе? Я хочу вообще сейчас писать письмо опять же мэру, то есть обратиться в отдел религии, ну, каким-то образом задействовать все те структуры, власти, которые принимают эти решения без ведома, даже общины. Вот, допустим, 9 мая. Это праздник Победы и в парке Горького на аллее в этот же день и во время проведения этого праздника появляется портрет Любавичевского рэба. Ну, праздник совпал с еврейским праздником. Но можно это было проводить где-то на природе, где-то в синагоге. Но вот рэб Мойша решил, что это там должно проходить. Без согласования со мной это все не учитывается. Вот эти вещи, это все проходит самостоятельно. А вот по поводу последствий приходится уже объясняться мне. С Анатолием Кузьмановичем, и я его в какой-то мере понимаю, он говорит, что ворожничая дия. Попробую объяснить, что вот совпадение праздников. То есть здесь же существуют какие-то политические моменты сейчас. Но это все американской стороной абсолютно не учитывается. Потому что нужно это отснять, отослать в Америку и показать. А как это отразится в нашей обстановке, это мало волнует в Америке. В какой степени это на евреях Харькова отразится, и как будет к этому относиться окружающее нас украинское население, русское. Это мало волнует. Причем там были вопросы, вот портрет Рэба, это что, генерал, кто, люди ходили ветераны по аллеям, они же понять не могли, что. Вы что, против миссионерской деятельности? Нет, я не против миссионерской деятельности. Хотя у меня отношение к этому вопросу тоже двоякое. Дело в том, что надо учитывать не то, что специфику нынешнего момента нашего города, а ведь миссионерская деятельность предполагает определенные цели и задачи. Это нам понятно. Они во многом очень хорошие. Давайте возьмем на примере Хабата Мойшемосковича. Ведь опекает все-таки школу общегородскую и Ишиву ведет у нас в Синагоге. Но я прежде всего, во-первых, я против нетерпимости. Когда мне говорят, что не дай Бог, чтобы здесь появился Равин Оью, а приезжает, вот должен приехать Равин, и чуть ли не с потаенными угрозами. Кто говорит? Со стороны Хабата. То есть, чтобы здесь не присутствовал, а там точно такие же дети. Точно так же 300 детей в лагерях было Оью. Ну, вот эта сторона для меня вообще не совсем приятна и понятна. Я вам более того хочу сказать, что мне было сказано, что если здесь появится Равин Оью, то мы соберем родителей детей из школы, проведем собрания, переизберем. То есть, идет такая планомерная психологическая давка. Но это уже дело третье, это, так сказать, это мои проблемы. Но почему я как глава общины против вот тех совершенно для нас непривычных, привнесенных из Америки. Ведь у нас определенный уклад сложился в Харькове. Мы жили много лет и уже как-то друг друга знаем. И надо учитывать и специфику всех тех народов, которые собраны в городе Харькове. Когда все это не учитывается, причем не учитывается не по злому умыслу, а не учитывается потому, что люди приехали из той же Америки. Они не знают и даже не могут почувствовать, не зная наших обычаях, языка, ну, по большому счету общения, они не могут почувствовать вот той раскаленной обстановки и предпринимают некие действия, которые, за которые мне при том, как потом, как председателю приходится раскрываться. Почему? Ну, например, вот известный был проведен праздник, два года тому назад Хаббат провел на площади Цержинского, еврейский суккот. Ведь могло сложиться не так, как сложилось, могла быть любая провокация, ведь тот же владыка крестные ходы не устраивал никогда на площади восстания. Вот не дай Бог, что-то случилось, какой-то конфликт. Мой Шамоскович по статусу турист. Он складывает чемоданы и уехал. За все будем мы расклёбывать, ну, в том числе и я, местные здесь. И вот подобное осуществление миссионерской деятельности, конечно, мне не нравится. Хотя очень многое в плане возрождения религиозной жизни Мой Шамоскович делает. Коснёмся этой проблемы с гуманитарной помощью, о которой столько говорила пресса. Всемирная сеть еврейской помощи поддерживает. Вы имеете ввиду масло? Масло я имею ввиду, да. Если бы я не начал в ответных письмах рассказывать городу о том, что идёт миллион килограмм масла под наш город, наверное, бы город знал, что пришёл вагон масла по спискам, потому что вагон ещё можно по спискам распределить. Он был распределён, а куда 19 вагонов делось, это бы осталось глубокой тайной. Вот сейчас пытаются в этой ситуации организаторы вот этой всемирной помощи сделать более интересный трюк. Они говорят о том, что это для всей Украины. И я знаю, что в Днепропетровске готовятся склады. А какие нужны склады под масло, которое нужно в принципе в дом сегодня? И мне это тоже непонятно. Мне это тоже, но это как аргумент того, что некуда это разгружать, некуда это принимать. А моя задача на сегодняшний день, это чтобы обещанный миллион килограмм масла оказался Харькову обещанный, оказался в Харькове. И чтобы не рассказывали, что нет складов, что нет помещений для приёма. Нет. Раз сказали миллион килограмм масла, раз в открытом письме об этом сообщили всему миру, будьте добрый, чтобы этот миллион килограмм масла был здесь. Это, кстати, моя задача сегодняшнего дня. Так это гуманитарная помощь? Гуманитарная помощь, которая должна быть роздана бесплатно. Бесплатно. Потому что американское правительство оплатило её. Пока как аргумент будет. Склады, отсутствие помещений, сложность распределения, списки. Это же можно составлять списки. Ну, представляете, что такое списки? Так вот, масло может превратиться, прийти к такому же состоянию, как медикаменты. Потому что медикаменты присылались под клинику Любовического Рэба. Полтора года этой клиники нет. Медикаменты сгнили. Эти медикаменты были в 92-м году присланы, в мае. Основная часть, 18 ящиков, так и стоят упакованы. Почему? Потому что там срок годности был. Сентябрь 92-го. Я этого и не знал. Я же думал, лето, они будут организованы. А остальные, это 89-й, 90-й срок годности. Когда они писали, что они прислали на 87-3 долларов, ну, это просто, извините, идиотство. Я, может быть, грубое слово сказал, потому что вышедшие срока медикаменты не приобретаются на деньги. Это то, что должно было быть уничтожено на месте. Сейчас они создали из этих медикаментов. У меня могильник, у меня, по сути дела, могильник, все наводи медикаменты. А я не знаю, что с ними делать. Вот они стоят, они еще в прошлом году закончили срок. Тоже нужно куда-то вывезти, как-то их уничтожить, яму вырыть, что-то такое сделать. Но я вам хочу сказать... И вас обвинят в том, что вы их продали? О! Это слава Богу, что они достоялись. Да. Так бы, если бы я вывез, похоронил, надо было бы это все откапывать. Я хочу, чтобы действительно эта синагога оказалась... Получится у меня, это уже третий вопрос, но хочу, чтобы она оказалась самой красивой, самой великолепной. Все-таки по местоположению, по своим возможностям, я предполагаю, что как раз центр, еще раз подчеркиваю, иудаизма европейского может сместиться в Харьков. А это громаднейшая польза для города, для Украины. Почему? Потому что ведь любой центр подобного масштаба за раввинами пойдут предприниматели, какие-то контакты, какая-то культурная аура. Все это создает в конечном итоге возможность и городу, и Украине развиваться, так сказать, в цивилизованном таком русском. Спасибо вам. И всего вам наилучшего. Пожалуйста. Извините, что это скандал. Большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...